МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Ланский Кот Су выиграл международный конкурс «Собравь все награды». Президент Республики Арцах Бакус Аакем встретился с группой членов фламандского парламента. Роберт Менедес призвался на США признать геноцид против армян. Турецкий МИД в бешенстве от заявления президента Греции о геноциде против армян. Армия Сирии укрепляет позиции в районе Манбиджа после входа курдских боевиков. ВКС РФ будут ежегодно патрулировать север Сирии. Искея на закате. Кристис представит Москве полотно Айвазовского. Один из символов Западной Армении, иванская кошка по имени Су, одержала победу во всех номинациях международного конкурса красоты «Happy Cats». Основными критериями жюри были качество шерсти, структура головы и хвоста. В международном конкурсе красоты «Happy Cats» в Константинополе приняли участие многие породы кошек. Со всего мира около 200 кошек из 15 стран. Конечно, мы знали, что наши кошки ванские и самые красивые в мире. И для нас очень важно, что именно они прошли международную регистрацию. Отныне, благодаря этой регистрации, мы можем более научно представить генетику животных, символы нашей страны. Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений в политической, гуманитарной, научно-образовательной, культурной и ряде других сфер. Глава государства с удовлетворением отметил, что связи Арцаха с фламандской общиной и структурами Бельгии динамично развиваются, выразив надежду, что в будущем они еще более укрепятся и расширятся. Член Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес в своем выступлении в Сенате раскритиковал нападение Турции на сирийских курдов и ее недопустимое региональное поведение в целом. Как сообщает Армен Пресс, Роберт Менендес отметил, что Сенат, следуя примеру Палаты представителей, должен принять резолюцию, признающую геноцид против армян. Менендес напомнил о нападении охранников Эрдогана на мирных демонстрантов в Вашингтоне и отметил, что после принятия Палаты представителей резолюции о геноциде против армян Турция не жалеет усилий для запрета принятия подобной резолюции в Сенате. По его словам, Анкара знает, что если резолюция будет поставлена на голосование, то она будет принята. Сенатор подчеркнул, что Сенат не должен поддаваться турецкому давлению, он должен немедленно признать геноцид против армян. МИД Турции прокомментировал заявление президента Греции о геноциде армян, сделанное в ходе визита в Армению. Турция убеждена в том, что из истории необходимо извлекать не уроки вражды, а уроки мира и братства. Конечно же, Анкара в курсе исторических реалий. В этой связи напоминаем, что поддержка действий против Турции не принесет никакой выгоды Греции. Призываем Афины впредь действовать более ответственно. Греция продолжает враждебно относиться к Турции и поддерживает взгляды и позиции, высказанные против нашей страны, цитирует слова Аксой Анадулу. Ранее президент Греции Прокопис Павлу Пус направил из Армении послание Турции. В ходе совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисяном, президент Греции, коснувшись геноцида против армян и геноцида против понтийских греков, заявил, что Турция должна смириться со своей историей и ответить. Сирийская правительственная армия продолжает развертывать свои позиции в районе Манбиджа, в северо-восточной части провинции Алеппо. Это происходит в рамках реализации соглашений между сирийским правительством и курдскими радикалами, а также в рамках соглашений между Россией и Турцией о размещении военных на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Армейские подразделения Сирийской арабской армии установили новые позиции и точки соприкосновения с турецкими войсками. Они также развернули новые ракетные установки и артиллерию с целью предотвращения любого внезапного наступления. Патрулирование провинции на севере Сирии будет осуществляться воздушно-космическими силами. Не Россия ежедневно. Об этом рассказал летчик Дмитрий Иванов. Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской арабской республики, отметил он. Иванов уточнил, что патрулирование ведется по нескольким маршрутам группами ротолетов на высоте 50-60 метров. Летчик ВК СРФ добавил, что перед воздушным патрулем поставлена задача обеспечить безопасность в обозначенной зоне и сопровождать колонны военной полиции. Ключевые лоты торгов аукциона «Шедевры русского искусства Кристис» среди некоторых к работе Николая Рериха, Ивана Айвазовского и Николая Фешина представят на выставке в Москве с 8 по 10 ноября. Об этом сообщает Интерфакс. Всего в этом сезоне на аукционе будут представлены 350 лотов. В этот раз больше декоративно-прикладного искусства. Это связано с тем, что мы получили знаковые коллекции предметов, сказала соглава аукциона Кристис Маргарита Ганесян. Одним из самых интересных лотов стало полотно фешина «Дама за маникюром» – портрет мадемуазель Жерму. Еще один лот работая в Азовского «Иске на закате» 1873 года, на который художник изобразил одно из своих любимых мест – Неаполитанский залив с видом на остров Иске. Оценка – 500 тысяч фунтов стерлингов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Дзайна Ганчец» в исполнении «Карин». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok